Вместо карать и крышевать – служить и защищать. Именно такую полицию, уверен министр МВД, получат украинцы после проведения реформы всей системы. Сегодня Арсен Аваков в Харькове презентовал первый этап этой реформы – проект создания патрульной службы. Структура придёт на смену госавтоинспекции. Попробовать свои силы и попытаться стать патрульным может каждый желающий в возрасте до 35 лет. Однако стоит быть готовым, отмечает Аваков, к серьёзной конкуренции. В Киеве таких желающих набралось 30 тысяч. Центр по приёму заявлений открывается уже сегодня и будет работать в течение трёх недель. «Каждый человек может прийти и сдать анкеты. Также эти анкеты он может заполнить электронным образом через сайт МВД. Ограничения небольшие, но они есть. Их можно посмотреть на сайте». После тестов и собеседований из всех претендентов будет отобрано 800 человек. Именно они и станут новыми патрульными на улицах первой столицы после двухмесячного обучения. Оно будет проходить на базе университета МВД под присмотром экспертов и специалистов, также прошедших строгий отбор. Кроме качественно новой системы обучения, в МВД обещают и новую форму, оборудование и абсолютно новую систему работы. Её собираются внедрять с помощью патрульных автомобилей. Эти машины не просто имеют другую расцветку, они ещё и оснащены современным оборудованием. «Здесь есть камера, которая вот здесь вот стоит. И здесь есть специальный планшет. Камера эта, коли машина стоит или машина движется, наблюдает за всеми автомобилями, которые движутся вокруг. Специальная система автоматически считывает номера этих автомобилей, забирает к себе в базу данных, соединяется с базой данных в центре и смотрит по этому автомобилю, какие есть претензии и так дальше». Эти автомобили уже хорошо зарекомендовали себя в Одессе. Простояв на улице с оживлённым движением в течение трёх часов, система выявила 24 проблемных автомобиля. Несколько находились в угоне, за частью числились неуплаченные штрафы и другие мелкие нарушения. В общей сложности автопарк Харьковской патрульной службы пополнится ещё сотней машин. Кроме вот таких «Тойот Приус», ожидается ещё и «Мазды Х3». Большая часть переоснащения будет производиться за счёт госбюджета. Однако 20% в качестве помощи предоставят правительства США, Канады, Японии и стран ЕС. Некоторые технические изменения коснутся и формы самих патрульных. На груди у них будут находиться видеорегистраторы для контроля поведения не только задержанных, но и самих охранников правопорядка.